В течение двух дней в Пинске проходил семинар руководящих работников оперативно-тактического блока органов и подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. За ходом мероприятия, которое проходило при участии заместителя министра МЧС страны Александра Худалеева, следил наш корреспондент Владимир Городнюк. Первый день семинара проходил в Горисполкоме, где участники обсудили ряд вопросов. Вот только некоторые из них – применение беспилотной авиации при мониторинге пожаров в природных экосистемах, организация поиска в лесах или на болотах пропавших людей. На второй день офицеры и заместитель главы МЧС стали свидетелями тактика специальных занятий по применению на реке Пина понтонно-мостового парка. На воде действовало подразделение республиканского отряда специального назначения, дислоцирующегося на базе Пинска. Гости увидели, как в случае разгула водной стихии понтонщики умеют эвакуировать людей и тяжелую технику, а еще организовывать многометровую переправу с одного берега реки на другой. Задача достаточно сложная. Среди прочего, нужно учесть скорость течения, высоту волн, погоду, но решить ее подразделение Пинского центра Росн в состоянии и всего за один час. Возьмем во внимание основной фактор – это уникальность данных средств. Министерство обороны также обладает подобными средствами, но подготовка наших работников на порядок выше, поскольку большинство работников служат фактически с 1996 года, по 20 лет работая. И этот фактор, он сильно влияет на работу, на обслуживание техники, на ее применение и использование. По такому понтонному мосту с легкостью может передвигаться даже танк. Навести переправу удается быстро не только благодаря мастерству и опыту, но и технике, специальным автомобилям и катерам. Насколько серьезную помощь современная техника оказывает республиканскому отряду специального назначения, мы убедились лично, сев на катер на воздушной подушке «Марс», который развивает скорость до 65 километров, соответственно, быстро и своевременно прибывает к месту назначения. Прокатились с ветерком и увидели, что при помощи именно таких скоростных заездов и проходимости «Марс» может выполнять массу спасательных функций, в том числе помочь организовать переправу. Он проводит осмотр акватории и следит, чтобы на воде ничего не мешало установке того же понтонного моста. Она, к слову, заслужила хорошую оценку заместителя министра МЧС. Я могу отметить лишь только высокий профессионализм наших ребят. Видно, что они постоянно готовятся, они постоянно находятся в боевой готовности. И самое главное, что уровень профессионализма не снижается. Понятно, что, наверное, не в полной мере где-то востребованным, но мы стараемся это компенсировать какими-то занятиями, учебными вопросами. Да и, в принципе, оказываем в повседневной деятельности помощь где-то субъектам хозяйствования, создания оборудований мостов, переправ и тому подобное. Пинчино и понтонно-мостовой парк – это два слова, которые не надо разъединять. Постоянно мы оказывали помощь практически всем колхозам для переправы через Припять, для переправы через Ясельду. В прошлом году оказывали помощь колхозу Оснежице, переправке техники. Вот на этот 40-тонный паром загоняли 4 трактора с прицепами и быстренько, оперативно переправляли. В ходе показательных занятий гости интересовались как техникой, так и подробностями действий специалистов подразделения Пинского центра «Росн». Его глава Андрей Козлов, конечно же, делился опытом. В конце мероприятия заместитель министра МЧС Беларуси Александр Худалеев поблагодарил всех понтонщиков с выполнением поставленных задач. Субтитры создавал DimaTorzok